В третьем лице Иркутска работают сразу два участка. Их оборудовали по правилам избирательного законодательства. С этого года там поставили отдельные места для наблюдателей. Они сидят прямо напротив членов комиссии. Участки охраняют сотрудники полиции и Росгвардии. Также организовано видеонаблюдение на участке. Это две камеры, которые доступны в онлайн режиме для любого человека. Можно зайти, посмотреть то, что происходит на участке. Людей на участках с утра немного. При этом плюсы трехдневного голосования отмечают многие, кто пришел на выборы сегодня. Рабочий день. Рано встал, рано проголосовал и пошел на работу. А в субботу, в выходные, в воскресенье, вдруг какие-то планы будут, поездка куда-то за город. Каждый голос важен в голосовании. И каждый должен выдать свое мнение по поводу того или другого кандидата. Первый день выборов совпал с учебным днем. В школах областного центра к этому были готовы. Избирательный процесс ни в коем случае не мешает организации образовательного процесса. Поэтому все родители предупреждены о том, что дети в этот день заняты прохождением программного материала. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в основную образовательную программу входит еще и часть внеурочной деятельности. Поэтому во всех школах города сегодняшний день для детей организован. Основные голосования в регионе – выборы депутатов законодательного собрания Иркутской области. Также в эти три дня жители 171 муниципального образования определят органы местного самоуправления. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.